Мы раскачаем Я сразу помню, где-то должны быть русские Раштейки говорят, что ли? Мы раскачаем Русские умеют пить, если пьют, так на все деньги Мы раскачаем Мы раскачаем Кедный Йорик Мы раскачаем А Мексикана мама Так, очередной день нашей телестройки Едем на Крокоферму Крокодилы у нас встречают Не только крокодилы, а и ягуаны, ящерицы Змеи Хамелеоны Все эти гады Стакан, олей мне, пожалуйста Я не могу, это уродство Валярки? Встресные? Я бы сказал, что мы не могли снять А в какую ответственность мне бы напустили ногу Какая ответственность у тебя была бы Жил бы сюда ногой женой Да точно, блядь И дрочил бы, блядь, на двух ногах Че ты, блядь, ну реально Калкоский, блядь Пасть, крокодилы идти, блядь Ой, они же классненькие, блядь Я держу крокодилы На, Таль Да отвалит от меня Ребят, ничего вам не показал Ну, а потому что вы это все видели на СТС Как я там от крокодилов бегал С меня это Крокодилы, крокодилы Крокодилы, слезы Кстати, нас возят на пожарной машине На съемке Это тоже, это при пожарной Езжаем, ребят, езжаем Там самый туристический, то соус Чисточный район Мексика Очень сильно похоже на море В море нельзя купаться Ну, как, можно купаться, но там водоросли В этом появятся, но в лагуне нельзя купаться Там чисто все, но там крокодилы В общем, ребята, это Канкун Самое тусовочное место в Мексике Отели, отели, отели Палатто, Дзериц Все отели Здесь есть еще один, этот, хард-рок отель Все, здесь тусня, круглые сутки То есть сейчас даже еще день, да, там, что-то Три дня, не знаю, два, какой-то час дня Круглые сутки люди бухают, круглые сутки вечеринки То есть не надо ждать вечера Знаменитый глупоутерс Фишка в том, что работают девушки с минимум третьим размером ноги Груди Оля, тут не похоже Но зато мы хоть алкашку нашли Да ну пиздят, ну посмотри, вон девушка Третий размер, не помню третий И ждешь все Нет, короче, мне понравилось, что Дажды Митя подписчик прислал Take away Нет, нет Песню собственного сочинения И вот вот эту музыку Редисон, самый лучший в мире человек Мандала бич Мандала, сука Так, встречаю, смотрите Девчонки в купальниках Стопудово русские, нет? Откуда? Да ты что, в Красноярске А вы откуда? А? А, Чех А ты? В Индии Аргентина? Я сразу помню, где-то должны быть русские Ребята, смотрите, бассейн 800 метров Аааа Ааа 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 А где ты гилла? Ну никакой мотивации Ставим на локоточек Аааа 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 Не будет, блядь, смотрите Стоит, блядь, есть в наушниках завешан Нахуй, все хуйня В общем, ребята, пришли во францовский ресторан Тут салат один Все, выбора нет Либо тартар, блядь Суп луковый, естественно Заказываем все, что хочется Десерты нет Но фуа-гра Обязательно Утиная печень Обязательно И филе миньон Фуа-гра, что из них утиная? Я не понял Утиная печень Утиные истории Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Класс! Фарш на помидорку. Боже мой. Я понимаю, почему я в Сибири такая жирная, а француженки очень худые. Все сырое, все сырое и сладко. С глистами. Короче, я вху есть, ребята. Просто суп, смотрите. Бон аппетит. Бон аппетит. Суп. Соль, перец. Сладкий. Сладкий? Лук с жижей. Лук с жижей. Это... Это... Лук с жижей. Лук с жижей. Лук с жижей. Воняет. И... Русские. Оля. Я из России. Ты из России. Где? В России? Сибирь. Сегодня. Наши друзья. Воложены. Да. Когда. Не на свободе. Не на свободе. Да, нет. Нет свободе. Не на свободе. Нет партий. Нет свободе. Нет девочек. Нет танцеваний. Это травма. Это трамп. Не чокайся. Вот. Салют. Салют. На здоровье. Здравия! Как вы говорите «хэппи-мэридж»? «Хэппи-мэридж»? Да. В русском языке «хэппи-мэридж». В русском языке «хэппи-мэридж». В русском языке «хэппи-мэридж». Значит, давай. Чин-чин! Чин-чин! И ушли к заказу. И это проект «1-2-1». «Воих!» 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 Приехали мы на следующий день. А, Синод. Синод, да? Синод, да. Это ИСАЭС. Он наш гид. Настоящий мексиканец, который говорит по-русски, который расскажет рецепт текилы. Как она приготовляет. С самого начала. Из чего? Как и чего? Настоящий текил готовится с агави. Которая называется агави уэвер текилера. Любой агави. Агави снимает листья. Берет серцевину. Корень? Корень, да. Крошит. Корень может весить аж до 200 кг. Его варят. Он становится сладким. Варят сколько по времени? Ну, смотря, если современный метод, это несколько часов на пару. А если по старинному, это в яме 3-4 дня он выпаривается. Понял. Короче, его покрошили на мельнице. И потом на мельницу переносят. В кашицу перемололи, да? В кашу такую? Да. Такую мелкую, да. И дальше? Собирают мякость. И собирают этот сок. И переносят водочкой, где соливают водой теплой. А потом уже соливают до конца на следующий день уже холодной водой. Ага. И оставляют на выражение несколько дней. Сколько? 3-4 дня. Не добавляют ничего, ребят. Ни дрожжи, ни сахара. Потому что она стала сладкой. Все, она сама по себе бродит. Ну, если текиля, конечно, салатская, со временем метод. Да, дает специальную дрожжу. А если метод старинный, без всех дрожжей. Ага. Дальше? Потом берут всю эту воду, сейчас мякоть и перегоняют. Ну, в Прагу. В Прагу, да. То есть через самогонный аппарат все перегоняется? Да. Перегоняется методом дистилляции или ретификации? Дистилляции. Дистилляции тоже. 60 градусов походит. Да. А потом вторичную ее. А, два раза перегонка. Два раза перегонка. Чтобы получилось, сколько награлся должно быть? Есть от 32, официально, до 40. А головы и хвосты отрезают? Ну, в общем, первое, что первое накапало, это убирают? Да, убирают. Убирают тоже. Короче, самогон. Тот же самый самогон текила. Только брага ставится на корнях агавы. Да. Вот вам рецепт текилы. Хотите, готовьте дома. Только корни агавы найдите где-нибудь. Свеженькие. А, еще есть второй напиток. Как называется? Мескаль. Мескаль. Вот некоторые путают. Я помню, мне батя говорил. Говорит, текил хоть раз копченую текилу. Она неправильная, она не текила, это мескаль. Почему он получается копченый? Потому что именно не в печах с паром выпаривают. Ага. А специально берут такие ямы конусные. Там бросают дровы горячие. Потом зажигают там полени. Полени? Ну, дрова, дрова. Да. И когда дрова уже горячая, туда ножит как раз. А, на угли. На угли. А потом все то же самое, так же она в бочке кладется. Ну, так же на мельнице перемалывается, кладется в бочку и так же бродит брагой все. Ребят, разговариваю с гидом, который работает и с русскими, и с американцами, да? Ну, с разными нациями. С разными нациями. Я вот расскажу, как американцы себя ведут на отдыхе. Вот вы говорите, что мы позорим Россию. Хорошо, как американцы ведут себя на отдыхе. Просто нас все многие обвиняют, что мы вот в Тане постоянно путешествуем, и я пьяный везде позорю Россию. Тем, что я предстою к людям с разговорами. Как ведут себя американцы? Американцы вообще наглые. Они думают, что им положено все встало. Да? Они тоже напиваются. Особенно студенты. Ребят, это вам говорят не русский человек, а мексиканец. Ломают двери, девушка развивается. Их трое трогают свободно. Трахают прям в бассейне. Да, бывает, что просыпаются, потом жалуются. Они сами между собой там делают свои дела. А, девушка с девушкой? Нет, девушка с парнями. Но потом на следующий день жалуются, что их насиливали. Ага. А были свои друзья, они сами напивались и дают делать, что хотят. То есть они пить вообще не умеют алкоголь? Нет, они не умеют пить. Они думают, что в 2 месяца скажешь, что они находятся в США. Ага. Думаю, что для них весь мир их нет. Ага. Поэтому я не люблю их. А с русскими туристами ты работал? Нет, я много работал. Ну, как русские себя ведут по сравнению с американцами? Есть по-разному. Есть люди, которые... Есть такие же, которые двери ломали? Есть те, которые хотели меня бить, потому что напилились или вообще были. Русские? Да, был один, который хотел мне бросаться на борт, потому что не получили от него там рыбалка. Но рыбалка есть рыбалка. Напился? Но это было в начале. В начале, когда приезжали эти крыши. А, бандиты? Да, бандиты, да. Ну а было, чтобы из американцев кто-то хотел тебя ударить там или сбросить с борта? Я с ними просто не работал. Я хожу иногда с группами, рядом с нами, как идут, но... Или общаюсь просто, что-то спрашивают. А так, лучше не подхожу к ней. Я вот видел, что они на бассейне у нас сидят и просто туп-тупо бухают. И для них там все это пену, эту пушку вытащат, там еще что-нибудь. Они начинают прыгать, поставят, как ее, серфинг, серфинг. Уже пьяные, уже... Вчера идем, там один сидит такой пьяный, он сидит, плюется, чуть ли не блюет уже. Ну там вообще... Нет, просто люди не умеют пить. Русские умеют пить. Если пьют, так на все деньги. Знаете, например, не люблю, что они очень привыкли. Они едут, ставят ноги вовсюду. Что делают? А, ноги? Да, ноги поднимают, прямо на сиденье и прочее. Они не воспитаны. Свободная нация? Свободная. Это у нас свобода называется Либертад по-испански. А когда переходишь в пределе свободы, сейчас у нас Либерти нахер. Это уже слишком, это уже... Слишком свободно? Да. Либерти нахер? Либерти нахер, да. Это у нас идите нахер. Либерти нахер. Ну, это почти так же. Ну понятно. Ребят, мы вообще находимся на полуострове Юкатана. Город Чеченица. Да. Чечен. Чечен, Ица. А где жили астеки? Где больше жили? В центре? В центре, городе Мехико. Мехико. Самое главное, знаете, что есть три Мехико? Да. Мехико это страна, Мехико это столица и Мехико есть штаты. Ну, типа область, край. Да, край. Область, да. Про Мехико штаты, про Мехико город говорят Мехико, а про страну? Мехико. Мексика? Мехико. Тоже Мехико? Да. А Мексика это в международном получается? Мехико это у вас. Только в России. А в Америке? В Америке Мексико. Мексико, тоже Мексико. Ну, это как вот Пекин, да, есть? Чайна. Ага. У нас Пекин, а в Китае Биджин. Биджин, да. Да. И вообще вот житель, как выглядит коренной, вот эти вот, ребята, вот эти вот. А это нас коренные жители Юкатаны, да? Да. Это они, это майя. Реально эти, как они? Ну, потомки майя. Потомки майя, да. В общем, рассказывай. Мы приехали туда, где вот племя майя и астеки. Астеки они ели этих, готовили суп из людей. А майя сделали женское приношение. Ого, это они майя, календарь майя. Красавчик. У него череп, смотрите, какой-то говяжий или волчий. Череп на голове настоящий. Решили индейцы майя, что мы пропадем не в майя. А тихо подохнем от холода в декабре. Приехали, место. Знаковое место в Мексике. Называется Ривера Майя. Такая пирамида здесь, которая была в фильмах про Индиану Джонса. Эти гутинные истории. Сейчас пока мы ожидаем съемки. Как обычно на съемки, это ожидание съемок. Что я ожидаю? Хочешь, ребята, похоже, как у нас в Хакасии на озере Ширай идешь. И вот это все продается. Хотя, в принципе, это похоже и на Сочи, и на все похоже. Шаманская тема. Шаманская тема. Ну да, шаманская тема в Сочи не продается. Вот, все шаманское, все эти маски, вот все это. Одни черепа, 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 черепа. Знаете, почему у них везде черепа? Потому что у них есть первое, какого-то второго числа, апреля что ли или августа. День мертвых. Наташа. Да, сам ты Наташа. Йорик. Бедный Йорик. Ну-ка, фу, место? Джагуар. А, игуар. Джагуар. У меня тачка игуар. Прикинь. Джагуар. Как много? 150. У меня не получается. Я лучше погазую напитать. Вкратце. Вот, ребята, вот эта пирамида Майя. Вот она. Та самая легендарная пирамида Майя. Офигеть. Это вот Индиана Джон здесь снимался. Он там внутри бегал. Мне напоминает, как вот недострой. Ты ничего не понимаешь. Тебя впечатляет? Да. Ребята, вернулись со съемок в отель. А у нас тут просто вечеринка от журнала Cosmopolitan. Прикиньте. Что из звезд будет интересными? Ты не знаешь? Тупое понятие можешь не отрозь. У меня здесь легкие не выплюнули. Они звук прибавили нам. Нет, отель не простой, ребята, я вам так скажу. Здесь такие закатовые корпоративчики. Что пиздец, блядь. Cosmopolitan Summer Fest, блядь. Ни хуя себе. Это кто выступать-то будет? Нет, кто смотреть будет. Но. Ребят, живем королевской жизнью. Доказали в номер завтрака. Очень хорошо. Эдди. 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 Ты очень лучший человек. Фруклики. Да, что там еще у нас показывают? О, яишенька. А что-то два яйца-то. Что за фуня-то? По три заказывали. По два яйца? А, или по три сделать. А, бекон. О, все. Великолепно. Шампанское. Все. Да, open. Открывай, что уж. Выслуживайся полностью. Как говорится. Как завтракуют короли. Царская сибирь. Отель бомба. Просто бомба. Да, Тань? Да. Вот, блядь. Класс. Что, если бы он был где-нибудь поближе? Не в Мексике. Мы сейчас, представляете, ребят? Мы сейчас полетим домой. Мы вылетаем 28-го. 5.40. 17.40 отсюда. А прилетаем домой 30-го только. В 8 утра. В 6 утра. По Красноярску. Это будет здесь. В 18.00. 29-го. Слушай, мы сутки будем лететь. На 5 сутки в дороге. И у нас будет. Нет с Мексики. Прямого сообщения с Москвой. Почему-то. В Мексике мы летим во Франкфурт на майне. Там пересадка. В Франкфурт на майне до Москвы. И с Москвы до Красноярска. Очень тяжелая дорога. Очень тяжелый путь. Что за плачь? Пожалуйста. У нас такая нелегкая жизнь. Вам приходится просто путешествовать. Вууууууууууууу. И бухать, и все включено. Хочу с вами, как сказать, провести откровенный разговор. Но не будет самоцелью, чтобы там с кем-то встретиться с какой-то знаменитостью. Нет. за полтора, грубо говоря, часа своей работы 5 тысяч, то в Москве я могу получать там и 10, и 15. Так, давайте, ребята, что с игуаром? Смотри, игуар тоже является недвижимостью, которая не нужно так бездумно разбрасываться деньгами.